Здравствуйте, мои любимые! Я так замучилась с этими животными, потому что их тоже не поймешь. Девочки, вас же слушают, вы же мне что же подсказываете, да? Решила я с вашей подсказкой, конечно, вытащить оттуда гусей. Вы же мне говорите, травку хотят, все. Я их тут на свободе оставить не могу, потому что они дерутся. Прям дерутся. Я купила две маленькие, да? И они у меня вот тут в загоне были. Я им там коробочку, да? Павлин и гусей сюда. Их закрыла, девочек закрыла, гусята маленьких двоих. А мальчиков сюда ведро воды поставила, все, я им тут все перевернули, все. Этот павлин от них не отходил отсюда, прямо вот здесь, туда-сюда. Они от сетки не отходили. Посмотрите, что они с сеткой сделали. Прям. Я думала, ну пускай они не ели, они драться хотели, девчата, драться. Целый божий день отсюда ни павлин не отходил, ни гуси. Гуси вот туда и сюда, туда и сюда. Теперь я думаю, так, это дело не пойдет. С дела гусей? Думаю, куда мне их? Потому что не могу с курями, почему? Потому что они начинают топтать все, все яйца ломают, все. Короче, пока я их сюда, но они как в тюрьме тут, девчата. Если у меня одна уголовщица сидит, курица, да? Пока я их сюда. Надо подумать, куда мне их, куда мне их. Мне надо для них сделать новое место, ребята. Потому что так не пойдет. Тут они успокоились, как будто, знаете, поняли, да? Вот им тут нравится. Но они тут выросли, когда маленькие были. Но тут, посмотрите, тут же ни одной травинки нет, ничего нет. Павлина не могу закрыть, потому что она сейчас несет яички, да? И она сидит на них, да? Ну, нет, нет, гуляет, нет, нет, кушает, выходит. Но она сидит. Всех курей я сюда. Всех. Всех взрослых я сюда. И новые, и старые, они все у меня тут. Ну, а и как они у меня тут сидят. Ай, какие молодцы. Уже спать, да, хотите? Ну, уже, уже немножко поздновато. Только вот этих, одна несушка там сидит. А остальные, и Гоша, и Снежок у меня здесь. Два и здесь. И вот эти, один петушок и три курочки. Одна несушка сидит там. Короче, вот так я их распределила, девчата. Теперь я вам сейчас покажу. Я даже не знаю, сколько у меня курей, но я знаю, сколько у меня петухов. У меня тут три петуха, но я думаю, что для троих петухов вы мне сказали по восемь кур, а здесь достаточно. Короче, для них пускай они дерутся, есть у них свои петухи и все. Теперь вот сидите, не умеете себя вести, что теперь мне делать с вами? Не могу с вами ничего поделать, потому что вот так себя ведут. Этих маленьких, боюсь, что обидят. А этот все стоит, свой хвост распустил. Вот именно сюда он хотел зайти. Вот все для него есть. Да, вот гуляй сколько ты хочешь. Нет, вот именно он сюда хочет. Не знаю, почему, с чем это связано. Она тоже, вон, иди, сиди на своих яичках. Я там ей оставила, короче, не убираю. Оставила ей. Вот целый день он хвост не открыл. Сейчас я их убрала. Он мне тут хвост открывает. Все, красавец. Успокоился, да? Даже на меня смотрит, как никогда, а? Какой же ты вредный, а? Красавчик, это его зовут Красавчик. Какой же ты вредный, Красавчик. Все-таки добился своего. Убрала я твоих гусей туда, да? Этого ты хотел? Какие перья у него, а? Смотрите. О, не хотела я... Ну, ладно. Короче, вот так. Не буду я ему мешать, пускай. Он тут показывает, какой он красивый. Показывается, показывается. Ай, ай, ай. Ай. Она такая, знаете... Чуть-чуть... Когда вот такой момент бывает, да? Они должны нестись, и... Она такая какая-то депрессивная. Вот. А маленьких... Маленьких я вам сейчас покажу. А маленьких решила я сюда переселить. Потому что, думаю, ну, они же травку хотят. Да? Я же не могу их постоянно вытаскивать, засовывать обратно. Вытаскивать. Это же не собаки, девочки, понимаете? Я их стрессую. А эти, как ко мне привыкли, прям, вот, вот, знаете, вот, возле меня летают и все. Я их сюда. Но они сейчас чуть-чуть ошарашенные. Такие опешенные, да? Вот. И вон там. Видите, да? Думаю, пускай они как раз тут, они... Как раз и крапива растет, да? Есть у них что, поклевают? Пускай поклюют. Посмотрю, да? Как они тут себя будут чувствовать. Они сейчас еще не отклемались. Они как-то чуть-чуть боятся. Ну, наверное, часик, как я их вот сюда переселила. Тут им, конечно, будет гораздо лучше. Но надеюсь, что... Ну, надеюсь, что им понравится. Посмотрим, девчата. Как тут и зелень есть. Тут и чуть-чуть развернуться место есть. Пока вот они... Они боятся пока, да? Потому что еще я их когда беру на руки, да, они стрессуют. Вот, даже когда подхожу, они уже начинают стрессовать. Но хочу, чтобы они ко мне чуть-чуть привыкли. Паша, только второй-третий день. Что ты это хочешь, да? Петрушечку хочешь? На. Так, чуть-чуть нагну. Посмотрим, возьмет. Нет? Дотянется. Петрушка, наверное, хорошо пахнет. Конечно, она же... Я их только полила. Тут такое это сделала. Оно. Как-то они чуть-чуть какие-то... Ну, сливые. Но это только они вот... А, если, да, видите, кушает. Кушает, кушает. Ну, надеюсь только, что им холодно не будет. Потому что по ночам чуть холодно. Моем коробочку сюда. Они, наверное, дорогу еще не знают. Но они еще... Ну, они только первый день. А этот... А здесь у меня два мальчика девочка. Вон девочка вот сейчас. Нет, это мальчика. А вот жёлтенькая девочка. Я им тоже сюда кушать насыпала. Они уже в домик заходят, выходят. Они тут уже как-то вот больше недели, девчат. И как-то они привыкли к этому месту, да. Но я не хочу их менять, потому что надо было мне, может быть, тех сюда, а этих туда. Ну, посмотрим, да. Не знаю, пока оставила. Если он там... У нас в пылесосе есть специальные девочки, которые вот так пыль поднимать не надо. Ничего не надо, да? Нет, а он будет... А он будет вот с этой пиндюркой. А этот нарадоваться не может, что все-таки выиграл. Что он их оттуда выселил. Поняли, да? Ай. Какой виноград будет в этом году шикарный. Будет виноград прям... Вы знаете, вот бывает так, что один год вообще ничего нету, да. А другой год прям вот дохренища. И что я... Что я... О-о-о-о-о-о, как он танцует, как он танцует, девочка. Смотрите, смотрите. Знаете, главное, что я... Ну, смотрю видосики, да, вот. Профессиональные люди, которые говорят. Вот он сейчас на нее залезет, да? Только оплодотворенные семь яиц. После... После семьи, если он обратно не сделает этот обряд, да? Уже все, яйца негодные. Знаете, главное, так интересно, девчата, да? Вот он на нее залезет, да? И все, да? И он уже все. Он уже о ней знать ничего не хочет, уходит, да? А она возле него крутится. Она еще хочет. А он уже все. Он уже все. Если вы бы знали, как он красиво танцует. Прям крутится возле нее. И все. Пока он... Вот как настоящий мужчина. Пока не добьется своего. Как своего добьется, ребята. Он даже... Слушайте, да? Как он трясет. А ей плевать. Посмотрим, я три яичка ее взяла. И инкубатор. Посмотрим. Выйдет, не выйдет. Если он... Как ананасик порезал. Эту пальму. Я думала, она не выживет. Мы же ее пересадили. Девочки, они такие не капризны, между прочим, да? Вот. Настолько у меня нехорошая земля. Вот они не капризны. Он бедный все танцует и все держит этот хост. Я представляю, как он тяжелый, этот хост. А вот все равно он ходит, ходит. И вот эти все у него перья поломаны. Это все потому, что дерется. Он на Гошу как нападает. Девочки, да я на них уже я пересадил. Мы пересадили, да? И, ребята, вот честное слово, яблоня такая хорошая. Что бы она мне цветов дала и все. Хорошая яблоня будет, я надеюсь. Сейчас я вам сливы покажу. Смотрите, когда он отпускает хвост уже. Сейчас обратно поднимет. А ну, отпусти, отпусти хвост. Какое красивое животное. Вот правильно, правду говорят. Королевское животное. Девчонка царское. Прям такой богатый хвост у него. Каждым годом, конечно, богаче хвост. Рассветок такой. Ну, не передает все равно это видео. Рассветок и все. Так, я вам хотела сливы показать. Автоматик знает, что сюда нельзя. Возле двери стоит. Такой молодец. Вот у меня эти сливы. Мне свекор дал. Это дерево я сколько раз хотела убрать. Потому что эти сливы, ребята, просто несъедобные. Но если бы вы знали, насколько они красивые, большие становятся, как яблоны, девчонки. Ну, несъедобные, потому что они очень... А вот эти мелкие, а какие они вкусные. Вот эти. Вот эти очень вкусные. И вот эти вкусные. Смотрите, сколько в этом году. В этом году вообще. Но я каждый год богатая сливами. У меня их много. Да? Вот. Это тоже яблони. А это... Инжир, девочки. Но сейчас, конечно, первые пойдут... У них называется брови, да? Это не инжир первый, который выходит. Он более такой суховатый, девочки, да? Но он очень такой большой. С этим, да? Но он суховатый. Не такой, как... Как вот... А потом выходит инжир уже сладкий. Он хороший, этот инжир. У меня здесь зеленый, а там черный инжир есть. Мы много деревьев пересадили в этом году, да? Это мне моя подруга дала тоже вот. Вот таким она мне его дала. Вот таким. А посмотрите, какой уже вырос. Поперкнулась. В этой весной дала она мне. Мы его пересадили. Но весну... Осенью. Она мне дала осенью. Мы пересадили его. И вот это мы дерево нашли. Тоже такой маленький отросток был. У него алча бархатная. Прям вот эта слива такая. Очень такая. А это как-то называется, девчата, вот все время забывают, да? Я очень люблю этот фрукт. Он мне очень нравится. Он такой... Главное... Главное, девчата, он такой не капризный. Для моей земли подходит. Вот так. Это тоже слива. В этом году. Это тоже мы нашли. Его посадили. Ребята, если я вам скажу, сколько у меня тут деревьев, да? И такое ощущение, что пустое. Очень много купили. Очень много ушло. Этот гранат мой Кико, мой друг, мне дарил. И вот это дерево мой друг мне дарил. Смотрите, сколько мы... Ну, это... Сейчас дорожки почистит. Потом мы соберем. Все. Сегодня у нас никого нету. Дети уехали. Дочка уехала с братом. И мы вот по дому. Там тоже... О, какой он стуль поднял. Ну, а что делать? Муж, чтобы не делал, надо хвалить. Молодец, молодец. Вот так, ребята. Так, он, видать, тут еще не делал. О, какая... Какая прелесть. Полила немножко, потому что я вижу, да, цветы хотят. Водички чуть-чуть полила. Прям такая свежесть. Ой, какая красота. Как у меня, раз я уже смею. Ребята, хоть запах мне не нравится, но... Мне так нравится его... Его вид мне нравится. Просто вот запах не переношу, девчата. Вот все время, когда подхожу сюда, думаю, чем пахнет. Потом вспоминаю. А-а-а, вот чем. Понятно. И с тобой все... Молодец. Вот я ворчала-ворчала. Вот это дерево персиковое. Такое кривое. Ребята, обратите внимание. Это апельсин, представляете, да? Вот это. Вот. Он такой кривой. И я говорю, давай сюда колесо это поставим. Это мне моя сестра дарила колесо. Один друг ей сказал. Она говорит, дай моей сестре. Его надо обратно покрасить вот чуть-чуть. И вот как-то выровняла. Он какой-то кривой. А он у меня же вон там стоял. Где розы. Где белые розы. Вытащила его оттуда. И вот. Надо чуть-чуть почистить вокруг. Вот это только осталось, девчата. Вот это. И вот та часть осталась чуть-чуть. Вот видите, сейчас соберем. Сейчас, если он собирает, я тоже помогу. Все полила, девчата. Хорошо сразу стало. Не знаю, какой-то воздух чистый, что ли, стал. Надо вот эти розы тоже собрать. Вот чуть-чуть вот так, да? В кучку завязать их. Специальный такой. Это, да, чтобы они... Вы посмотрите, как она туда прям пошла. Она хочет... Так, она колючая. Очень колючая. Она прям хочет. Она полуна портится же, девочки. Нет, она все равно уже форму взяла, да? Она прям вон туда. Смотрите, как красиво. Какая прелесть. Таким мелочам, девчата. Но я радуюсь. Так, это тоже надо порезать. Надо убрать. Ой, они... Ну, эти девчата, они такие жесткие. Если их почистить, они так блестят. Видите? Вот так. Вот такая красота у нас сегодня. Кажем разом лучше и лучше, девчата. Ну, когда деревья... Прям вот... А еще цветы они дают, эти деревья. Они как каштанки. Ну, это не каштан, конечно. Но они похожие. Когда деревья уже... Листья дают вот так. Очень красота. Нравится мне у себя, девчата. Разве лучше что-то есть, когда тебе твой дом нравится? Я думаю, что нет. Прямо себя так чувствую, девчата. Королева. Королева этого мусора. Ну, ладно. Ну, многие бы хотели такой мусор. Вот этот уже... Ну, вот это, посмотрите, да, девчата? Вот какая-то она вот... Так, эти лимоны столько. Глаза мне прям мазулят. Уберу я их. Так, соберу. Постоянно прохожу. Вид такой нехороший делает. Вот так. А то Масик бегает туда-сюда. Довольный такой. Не знаю, что он такой довольный, но он довольный. Вот так. Ой, когда мы сюда еще травку посеем, вообще будет прелесть. Ребята, будет хорошо. Знаете, здесь вот этого не хватает. Ой, из-за он, короче, девочки, он идет на работу в воскресенье. На ночь идет на работу, и там ему... Им дают час покушать. Поняли, да, вот? Это по закону. Не имеет права. Да, но каждый... Короче, каждые 4 часа, полчаса, если 8 часов ты работаешь, и ведь час полноценный должны дать кушать. Ну, обед у тебя полноценный. У меня такой муж, девочки, дело не в том, что вот именно... Он такой, девочки, да? Он не может быстро кушать. Он должен спокойно кушать. Вот сколько раз было такое, там, что-то, что-то... Он говорит, лучше я не поем, чем вот так. Он не может. А я привыкла, у нас всегда 20 минут было обедать, потому что это дарили. Понимаешь? Вот я не знаю, почему, но когда ты вот на кройке шитья работаешь, это самая ужасная работа, девчата, я вот честно говорю. Бешеный труд. И, короче... А мне 20 минут хватало. Даже кофе выпить мне хватало. И покушать, и кофе. Ну, конечно, покушать не полноценную. Если он же берет с собой полноценную еду, девчата, и я ему и котлеты, и пюре сделаю, там, могу... То, что он мне попросит, девчата, даже иногда супчик я ему там... Знаете, то, что он мне попросит. Вот. Томас, нет, нельзя. И он с собой йогурт возьмет, он с собой кофе возьмет. Понимаете? Вот такое. И он спокойно хочет поесть. Он такой человек. И они... Они говорят, мол, вот... Там же не только он. Там кто-то кафельщики есть, кто-то есть, которые... А они за ними должны убирать. Вы поняли, да? Ну, они уборкой занимаются, а эти... Каждый своим делом занимается. И они говорят, мы далеко живем, давай мы полчаса... Давай полчаса обедать, а вот эти полчаса в карман быстрее выйдем, короче, на полчаса быстрее выйдем. А если он говорит, он говорит, нет, я хочу спокойно покушать. Я предпочитаю полчаса, вот как нам дали, например, ну, восьмичасовую работу, да? Они хотят, нет, они не хотят так. Они хотят, мол, если восемь часов им дают, это они хотят семь с половиной часа, и выехать, и полчаса просто себе записать, да? Если он говорит, я хочу поесть спокойно. И вот они спорят на эту тему. И они говорят, почему ты такой вредный? Он говорит, почему я должен всегда, уступать? Я, говорит, вам всегда уступаю, но один раз я сказал, не хочу, почему вы сразу не доводитесь? Давайте одну, одну неделю, как я, одну неделю, как вы. Почему должно быть всегда, как вы сказали? И он такой, ну, потому что мы далеко живем. Эй, Иван, короче, как высказался? Ну, все, теперь я точно, он же такой вреден, ну, все, теперь я точно не пойду с вами на уступки. Вы выходите, когда хотите, я выхожу, когда хочу. Все, на этом закончили. Что вы там себе позволяете? Короче, Истыван, там, они испугались, что? Ну, Истыван пожалуется. У него же такое лицо серьезное, девочки. И вот, я говорю, Истыван, Истыван не вредничает. Истыван говорит, ну, почему все время они должны, говорит, меня ущемлять? Потому что я, они, главное, на женщины нажимают, женщины соглашаются. Там же идет, в этот раз, мне кажется, два мужчины и пять женщин, и тут поняли, да? Они раз там женщинам подкатывают, короче, а женщины такие, они такие, ой, красавица, там, тырым-тырым, ой, давай сегодня вот, давай сегодня так, и они соглашаются, женщины. Хорошо, ну, ты Истывану скажи, потому что, ну, Истыван как, ну, идет как, ну, потому что, девчата, не то, что Истыван там начальник какой-то, да, нет, он такой же рабочий, как и остальные, просто, это он много лет, там работает, один из первых сотрудников, да, этой работы, и если шеф там звонит, какую-то там работу дает, он звонит только Истывану, я говорю, Истыван, Истыван, вот это, вот это, вот это, Истыван, вот это, вот это, вот это, и он им говорит, шеф сказал вот это сделать, шеф сказал то сделать, понимаете, и как-то вот они ему, хорошо капитан, они его капитан называют, хорошо капитан, хорошо капитан, и вот они говорят, ну, как капитан скажет, как капитан скажет, и вот, короче, вот так, а капитан вредничает, девочки, и сейчас злится, И сейчас позвоню своему этому и говорит, нет, вот когда я, сколько раз я вам сказала, девочки, я вот это все разберу, уберу, и вот так и стоит. Он, смотрите, купил это, одну лишнюю купил. А это что же деньги? Вот так всегда. Вот и кафель вот так, вот так все он делает, девочки. А потом он говорит, нет, что ты залишься? Ай, мой, мой единственный, мой неповторимый, мой хороший. А на этих, а на этих, а на этих, а на этих, девчата, я оттуда их увижу. А на этих, а на, а на, как они, как они спрятались, видите, да, их, как они спрятались. Ай, девочки, хотите я вам вот такую розочку подарю, красивую, смотрите, давайте я вам подарю. У меня есть подписчицы, которые очень любят розы. Вот кто любит розы, это для вас. Кто не любит вот такие, закрытые, да, кто любит пушистые, вот такие, вот такие дарю. А кто любит бутончик, бутончик дарю. Ребята, все, все для вас. Ой, груши вышли тоже. Ой, смотрите. Это дерево очень шикарное, груши дарю, это мы никогда не видим. Вот это все тоже отсюда ухлама убрать надо, ребята. Вот это тоже надо отсюда убрать. Короче, все надо, девчата. Ну, сделаем. Это тоже надо постричь, потому что вид такой некрасивый дает. Это так высоко подниматься. Вы посмотрите, титры на дерево. Вот как видно, да, что человек душой хороший. Девочки, вы никогда не замечали, да, если вам кто-то подарит, вот от души какую-то вещь, да, она долго носится, если одежда. Если дерево, посмотрите, какое оно стало. Ребята, это вообще, это пипец, какое оно стало большое. Ребята, какое оно тень дает. Вот как-то вот так. Или наоборот. Вот. Кто-нибудь тебе подарит? Пух-пах, все. Вещи нету. Как бы она, какая вода там ни была, хорошая столовица, плохая. Вот эти яблони тоже вот такие. Ребята, смотрите, 12.35, да, она стоит. Когда она мне даст? А? Когда она вырастет? Когда она будет большая? Вот посмотрите, какая она. Ой, сколько мы вот так. Вот смотрите, как будто здесь ничего нету, да же, девчата? Балдеет, это вот дерево. Наверное, Кико смотрит оттуда с небес на меня. Это у меня друг один, Кико. Тоже умер. Тоже умер, потому что у меня очень много взрослых друзей умерло, девчата. Это тоже яблони. Это яблони уже дает. Видите, вон там цветочки. Вот так, ребята. Такие дела. Ой, что я зацепила, да. Теперь с вами полчаса будет жаловаться. Три часа будет одно и то же повторять, девочки. Вот я ему когда говорю, скажи одним словом нет, и все. Или да, и все. Он такой, хорошо. И полчаса будет говорить, и крутить, и вертеть. Ну, каждый вот такой, как есть. Не знаю, мне кажется, такой порядок сейчас стал. Нет? Ну, травку порезали. Вообще такой порядок, кажется. Ой, вот так, ребята, вот так. Это лаврель, лавровый лист. Вот так. Люблю вас, девчата. Обожаю вас. Встретила бы я вас хорошо. Мне кто-то говорит, да, ненормально, что стол у вас здесь нет и шатера нет. Был стол, был шатер. Никто туда не заходил, только я подметать, вытереть. Это нахер мне этот шатер и этот стол. Не хочу. Вчера мы ходили, как рассмотрели, сколько. Точно такой же, как у меня, только без занавесок вот этих, которые вот, ну, как вот для му, для комаров, да. Сколько? 200 евро. Сколько? 200 евро. Сколько у нас здесь, сколько у нас здесь? Сколько у нас здесь? Семь, семь, семь. 199. А то, сколько у нас здесь? Да, да, да. А нам дороже, потому что у нас были двойные занавеси. Ну, ладно, не имеет значения. Вот. Когда вот Истин вот это закончит, сделать вот это все, он там тоже закончит, он там поставлю навесик, вот этот, который есть, тык-тык-тык-тык, идет вот такой навесик, и тогда стол поставлю. Куплю маленький такой кругленький стол, четыре стулья. Вы видите, вы видите, настолько правду говорю. И все, девчата, какие застолья я тут делаю? Никакие. А если кто-то придет, доску какую-нибудь поставлю, лишь бы была бы с кем. Лишь бы приходили бы, лишь бы это я найду выход, девчата. Это, знаете, я живу в Испании, ребята. В Испании никто, вы не удивляетесь, вы не думаете, вот там, тебе и так никто не проходит, как одна-одна. Пускай все дома сидят. Кого я видеть не хочу, не приходят, во-первых. Во-вторых, это Испания, девчата, это во мне Дагестан. Это в Дагестане дверь надо не закрывать, можно не закрыть, потому что постоянно открыть, закрыть, открыть, закрыть, нахер это надо. Все, кто приходит, добро пожаловать. Тут не ходят. Это не только ко мне. Вот у моего мужа восемь братьев, да, четыре сестры, с ним вместе, да. Я сперва, я постоянно ходила, они на меня шарахались, да. Приходили они тоже, потому что они потом каждый раз меньше, меньше. Я поняла, девочки, не хотят. И чтоб ты к ним шла, и что они приходят. Они не ходят никому. Не моя свекровь никому не ходит, не только ко мне. Кто-то мне спрашивает, да, почему ваша свекровь к вам не приходит. Она не только ко мне не приходит, она вообще никому не ходит, девчата. Если бы было так, что вот она к другим ходит и ко мне нет, я бы задумалась бы, девчата, а может на самом деле, если там ей не нравится. Даже, а что такое, а что вы думаете, не бывает, что ли? Конечно, бывает. Я знаю, что меня свекровь безумно любит. Я это точно знаю, девочки. Я это убеждалась много раз. Что я одна из любимых ее невест. Она так и говорит. Мой свекор вообще раньше открытую говорил. Сейчас уже нет девочки. Потому что они стали ревновать. И как-то, знаете... Они даже маму ходят редко видеть. Мой муж чуть-чуть чаще ходит. Потому что я ему говорю, иди маму видеть. Потому что он, смотри, как я... Сейчас ее нету. Каждый день бы ходила. У тебя где она? Она у тебя здесь рядом. У меня рядом не была. И то я ездила. Как тебе не стыдно? Вот такие вещи начинаю говорить. Он идет, девочки. А так нет. На день рождения они звонят друг другу. И все. И то не все. Потому что забывайте. Их 8, ребята. Не думайте. У моего мужа шеф есть. Их... Их 7, что ли, было? И сейчас или 4, или 5 осталось. Короче, ну... Погибли, короче. Ну, он... Вот так. Друг друга видеть не могут. Ребята, не то, что там день рождения. Они вообще не разговаривают с друг другом. Абсолютно, ребята. У нас все есть. Посмотрите, вот подметалловка есть. Нахера он вот это все делал? Не знаю, девочка. Спросите у него. Ну, он такой у меня может. Вот. Они вообще не разговаривают. И он говорит, ты знаешь, в чем причина? Им отец землю оставил. Там, говорит, какие-то копейки. Вот это, чтобы землю когда продавали, они все переругались. Потому что там один говорил, она больше стоит. Другой говорил, кто ее возьмет? Давай, спеши. А другой деньги есть. Говорил, куда спеши? Давай, не продавали. Переругались, передрались. Он говорит, позор, передрались. Не то, что там переругались. Так что, девчата... Мой Кико, девочки, знаете, да? Вот мой Кико. У него... Сейчас я вам скажу. Три мальчика. И одна единственная девочка. Фу, ни один... Ни один друг с другом не разговаривает. Кико такой дом им оставил большой. И земли оставил, девочки, и все. Начали говорить, что один украл какую-то сумму. Ну, когда он... Когда ему было плохо, там была сумма какая-то в доме. Этой суммы нету. Другой говорил, а ты откуда знаешь, что там сумма была? И один из них друг с другом не говорит. Дом, короче, продавали. Дочка решила купить дом. Девчата, вы представляете, какая прелесть, да? Твоя родная сестра, да, хочет родительский дом купить. Чем кому-то вот так продать. А ты можешь в любой момент прийти. Вы что, ребята? Они стали цену завышать, что один, что другой. В конце концов, ни одна из них друг с другом не разговаривает. Три брата. Один живет в одном городе, другой в другом городе, третий в третьем городе. Девочка живет в Мадриде, но сюда приезжает. Вот она купила дом своего отца. Понимаете? И ни один друг с другом не говорит. Вот вообще не разговаривает. Как будто чужие. А вы знаете, какие они были дружные? О-о-о-о! Я думала, их никогда не разлучить. Так что, девчата, давайте не будем. Каждый заглянет себе. Я так рада, девочки, за вас, если у вас на самом деле настоящее отношение. Если вы любите своих братьев, любите своих сестр, да? И вот у вас чистые, настоящие. Ну, большинство, как бывает, это редкость. Редкость. Вон, как моя сестра-майсестра, когда моей матери не стала, мадом, когда оформляли, она сказала, вы что, оформляйте на мою сестру. Я говорю, зачем? Она говорит, а зачем на двоих оформлять? На тебя оформляют пускай. Вы знаете, нотариус ей сказал, вы уверены, что вы делаете? Майсестра сказала, конечно. Как маэсестра решит, так и будет. Ни разу она не сказала. Моей сестре три года как нету, девочки. А моей маме нету уже сколько лет? Одиннадцать лет. Да? Восемь лет. Восемь лет, девочки. Я с домом делала то, что хотела. Моя подруга жила. Ни разу моя сестра мне не сказала, эй, ты сдаёшь эту квартиру. Бесплатно они там живут. Что ты делаешь с этим домом? Ни разу она мне не сказала, девочки. Ни разу она сказала, то, что ты сделаешь, значит, правильно делаешь. Вот так, девчата, понимаете? А это редкость. Это редкость, которая вот так, без никаких проблем. Поняли, да? Вот так маэсестра говорит. Как ты решишь, так и будет. Скажешь, давай продадим, продадим. Скажешь, давай. Когда её не стало, у меня замкнуло. Я хотела продать. Хотела поделить. Я думала, вдруг я завтра тоже умру? Мало ли что случится. А там же моя подруга живёт. Думаю, давай детям раздам деньги, да? На счёт поставлю. Знаете, я в понедельник хочу пойти. В понедельник, в вторник, не знаю. На следующей неделе хочу пойти. Хочу открыть счёт моей дочки. И на её счёт мелочи там, ну, вот чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть ставить, да? Чтобы у неё была какая-нибудь подушечка на сегодня-завтра. Потому что кто его знает? Вот. И ни разу, девчата, знаете, вот я и сейчас, я и сейчас так думаю, девочки. Если сегодня, ну, пока нет, пока вот, пока не думаю, да? Ну, вот, если сегодня-завтра я буду продавать. Ровно делю на дома и на какой-то, ну, ровно. Я свою часть даю моей дочке, а часть моей сестре отдаю сыну. Понимаете? А если они скажут, нет, тётя, делай то, что ты хочешь, я скажу, давай тогда ещё квартирку здесь какую-нибудь купим, добавим, купим квартирку. Пускай идёт этот, напополам. Раздавайте, напополам будет идти, и вот и всё. Понимаете? Я думаю, а зачем мне это? О, девчата, вот этот дом я построила, да, вот это всё я построила. Я не знаю, завтра я смогу за ним следить, и мой муж. Может, мы пойдём на этот. Когда мне говорят, вот вы, говорите, вы мужа любите, а всё хотите дочке дать. Так мы в дом престарелостей хотим пойти, девчата? Я обязательно пойду в дом престарелостей, я никому не хочу быть обузой. Вы понимаете или нет? А что, вы знаете, какие там условия хорошие? Я знаю прекрасно, зачем мне на кого-то надеяться вот так, как дедушка Адама? Да нахер мне это надо? Ждать, пока придут, пока мне суп сделают. Там три раза кушать дают, и всё. У меня моя пенсия есть, у моего мужа своя пенсия есть. А если мы сами себя, пока я вижу, что мы можем сами себя, вот это, вот моя свекровь. Смотрите, моя свекровь ни от кого не зависит. Сама может себе до сих пор готовить, девочки. Купается каждое утро, готовит, девчата. Моя заловка приходит? Нет, нет. То одна, то другая. Там две заловки ходят, потому что другим они не разрешают, они ревнуют, девчата. Это вообще кошмар. Это вообще кошмар. Никому не дают туда сунуться. Поняли, да, что я вам хочу сказать? Только вот они двоём, потому что они начинают там интриги потом делать. Короче, ладно, это другая история. И это никому не нужно, девочки, понимаете? Всё равно, чтобы не было, это сёстры моего мужа. Не хочу за них плохо говорить. Но это тоже не плохо, это как есть, да? Вот. Но одна из них, конечно, действительно и не может, девочки, потому что она болеет. Она очень болеет. У неё такие боли, девчата, это вообще никому не пожелать. Понимаете? Так. Вы думаете, мы потом вот так сможем работать, как он сейчас работает? Если мы можем нанимать человека, который придёт, нам будет делать. Если мой муж тоже пустит, конечно, потому что он такой, я знаю. Он не... До сих пор сюда ещё ни один помощник не зашёл. Мой сёкр, смотрите, сколько лет, до сих пор говорит. Пока я могу, буду делать. Когда я не смогу, значит, я умер. Но сюда никто не придёт. Вот такой, девочки. Вот, серьёзно. Эставан, это, 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 это пойду китарлю, даки? Да. А, кинок, табла и там путь тас. Не таситас? А, да, не таситас. Та шла, китов. А, таси сладок. Ну, а дай халютон сысаки. Я говорю, зачем эти деревяшки? Он говорит, когда я хочу, ну, вот её вытащить, да, чтобы вот эту, вот так перепрыгивать, короче. Поняли, да? Вот так, ребята, какое небо сегодня. Девчата, вы заметили, какое у нас небо низкое? Я в Даги сам приезжаю, такое высокое в России, вот небо, да? А тут прям как будто вот чуть-чуть и рукой достать. Вот очень низкое. Я всё время на это обращала внимание. Когда приезжала, я говорила, как тут небо низкое. И там вот такое не бывает. Бывает, девочки, бывает. Вот действительно очень низкое. Облака прям так вот, знаете. Короче, вот так. Вот такие дела, девчата. Так что, если у вас хорошие сёстры, хорошие братья, которые общий язык находят. Ссоры, моры, это у всех бывает, ребята. У всех. Не бывает такое, чтобы там, знаете, не ругались, да? Но если у вас есть между вами любовь, и если ты в 2 часа ночи позвонишь, и она сразу, что случилось, и сразу возьмет трубку, или ты когда к ней позвонила, и она трубку не взяла, и сразу, когда увидела, сразу в первую очередь набирает, и тебе говорит, что случилось, почему ты звонила, это значит, девчата любит тебя. Вот такие отношения берегите. И как-то старайтесь, понимаете. Вот так. Я понимаю, что для вас, может быть, это бред, но это на самом деле так. Разве кто-нибудь может быть ближе, чем твоя родная кровь, а? Ну, и надо такие завидливые бывают, и надо такой, но слушаешься, кошмар. Кошмар, девчата. Кто едет? Кто едет, Томас? А? Кто едет? Мне мусульман говорил, не покупай эту собаку. Гуня, она же будет постоянно лаять. Она тебе не даст, она тебе не даст. Вы вообще слышите, чтобы она лаяла, да? Какая хорошая собака, девочки. Она, на самом деле, очень хорошая у нас вышла. Кажется, вот она своего хозяина похожа. Вот как мая-то и Таночка, она тоже. А, я говорю, ты что, не порвана? Он говорит, ты что? Это с кондиционером. Так, девчата, все, вас оставляю. Люблю вас, ребята. Всегда, когда хотите, добро пожаловать. Проходите в гости.